Ольга, как найти недорогие лоты для начала? Ольга, ну, чтобы найти недорогие лоты, надо просто больше анализировать, больше смотреть, больше... проводить больше анализа. Только когда вы проводите больше анализа, больше рассматриваете различные лоты, то есть я же неоднократно говорил, что, ребят, вы отслеживали не один лот, потому что всегда отслеживайте минимум 10-15 лотов. То есть вначале потратили время на поиск, нашли 10-15 лотов, открыли их в отдельных вкладках на том же Яндекс.Браузере, и все, и отслеживайте, начинайте на фид-ресурсе оценку читать, начинайте изучать район, начинайте общаться с конкурсным управляющим. Потому что если вы начнете за одним лотом смотреть, это, знаете, вот смотришь, сможешь, сможешь, и раз этот лот либо его снимают с торгов, либо его забирают кредиторы, либо его кто-то покупает по более высокой цене. Вы потратили там несколько недель, либо месяц, да, на его отслеживание. Все, вам нужно опять заново все начинать. А когда у вас 10-15 лотов, у вас один лот выпал, у вас еще другие остались. Вы можете этот выпавший заменить другими лотами. И когда вот вы 10-15 отследили лотов, вам уже не нужно опять тратить время на отслеживание этих лотов на площадках. То есть потратили, допустим, выходные дни на поиск лотов, нашли, все, вам 10-15, вот за глаза будет анализ, общение, поездки в сети, подготовка заявок и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok